Добрый вечер И я вельми-вельми рада представить вам нашего гостя И рада, что это наш первый гость в этом году Бо это вельми-вельми адметный гость Гидон Личфильд Старший редактор в данне «Кварц» Для меня это было такой легендой Бо это настолько профессийное выдание Менавито в сиротоличбовых медиях И когда я узнала, что яны на рынке только с 2012 года Як вы видите, сегодня у них уже около 20 миллионов уникальных юников И это редакция, якая починала, вы видите, со склада восьми Журналистов и редакторов Таму гэта вельми близко нашим белорусским реалиям Усё остальное, конечно, всё остатнее не вельми близко Бо гэта американский медийный рынок Який американский рынок на вогаля, дзе ес грошы Дзе ес великий рынок, але и великая конкуренция А лёвись менавито, як маленькая редакции Почать таки амбитный проект И достичь таких выникал В общем, коли я в Москве на конференции «Медиамейкерс» Якую робить наше так само любимое выдание «Слон» Максим Кашулинский, який был так самым нашим гостем Уже кто-то из вас был на его открытой лекции Пачула Гидеона, то я зразумела, што ён нам потрэбен Ён просто павинен приехать в Беларуси И тут я хочу падзякаваць британской амбасаде Зякуючи патрынкі, именавито якой Гэтый визит стал махчымы И коли ласка, Ник Троц, британской амбасаде Скажет буквально некольки слов для вас А потом уже будем слухать Гидеона Я хочу сказать, что это очень впечатляет И для меня, чтобы видеть этот клуб, пресс-клуб, Стоит как популярный клуб, когда я впервые посетил, как это сегодня И я думаю, что это свидетельствует И для того, что они делают здесь И для того, чтобы создать платформу Медиа, и для того, чтобы продать лучшую практику А зацепляться Гидеона Давайте спочатку послухаем Гидеона А потом уже у нас будет махчимость Задать ему питания, які нас цікавят и махчумность для некой дискуссии. Спасибо. Спасибо, Юлия. Сегодня здравствуйте всем. Я извиняюсь за то, что я буду говорить не на белорусском, а на русском, и зато на плохом русском. И я тоже извиняюсь за то, что мои материалы на английском, я их не перевел, но тут в основном это картина и слова, так что это не очень, не важно. И я, Юлия, попросила говорить немного о том, как мы выросли от этой маленькой редакции, которая была, да, 8 журналистов и 4 редактора, когда мы начали, а сейчас больше 100 человек. И как мы развивали свою аудиторию, знали, кто это за аудитория, что мы делаем, чтобы их, ну, чтобы представлять, что они хотят читать и видеть, и как мы адаптируем, да, материал кварца на разные каналы. Так что я постараюсь об этом рассказывать, и потом, Юлия, и вы, поведите вопросы, и я постараюсь ответить. Так что вот главные данные основаны там немного меньше, чем 5 лет. Сейчас у нас около 20 миллионов уникнов на нашем веб-сайте qz.com. И это пока еще наш главный канал, то есть большая часть нашей аудитории находится на qz.com. Но мы тоже развиваем другие каналы, и для нас это было крайне важно с самого начала понимать, что Quartz — это не qz.com как таковой. То есть так как журналы и газеты, когда интернет появился, во-первых, журналы и газеты завершили ошибку в том, что они считали, что журналы, газеты — это печатная версия. И интернет — это только какая-то добавка, которая должна привлекать внимание или привлекать аудиторию к печатной версии. Таким же образом, я считаю, что были или, может быть, есть интернет-издания, которые завершили ошибку, думая, что издание есть веб-сайт. И как я хочу, я буду вам рассказывать, для нас было крайне важно это понятие, что веб-сайт — это только один из разных каналов, и что через три или пять лет, может быть, больше часто аудитория не будет на нашем веб-сайте, а на другом канале, который даже может быть не знает, что он сейчас. И это понятие, он центральный для нас, потому что он позволяет применять гибкость в представлении, что такое кварца и что мы делаем. Так что сейчас у нас около 200 человек в персонале, больше 100 в редакции, остальные — это они продают рекламу, занимаются маркетингом и все прочее. У нас главный веб-сайт QZ.com, у нас тоже веб-сайты в Индии и в Африке, и я о них тоже буду немножко рассказывать, но в итоге у нас корреспондентов в этих городах в девяти странах. Вот. Начиная с самого начала. Когда мы запустились, на самом деле веб-сайт не выгляделось так, когда мы запустились, он уже прошел где-то четыре новых дизайнов, редизайнс в течение этих пяти лет, потому что мы все время его обновляем. Но то, что было понятно с самого начала, это что мы знали, что большая часть нашей аудитории будет на мобильных нас читать, и что этот процент будет расти. То есть где-то треть наших читателей в самом начале были на мобильном. Сейчас это больше двух третий. И мы тоже поняли, что тогда, когда мы запустились, это было в моде создать веб-сайт, и тоже, чтобы создать приложение для iPhone, еще для Android. И мы решили не создать приложение. Потому что, во-первых, это много работы, нужны дополнительные ресурсы, девелоперы. А во-вторых, мы решили, что не было ничего, которое мы хотели делать, показать на приложении, которое невозможно было показать на веб-сайте. Это было во время появления HTML5. Так что веб-сайты на мобильных телефонах уже могли показывать все, что мы хотели делать. И поэтому мы решили сфокусироваться на этой ресурсе. Сегодня у нас много разных каналов, то есть наш материал появляется в много разных каналах. Но самый главный – это наш веб-сайт. Это сайты для Индии, для Африки, которые выглядят одинаково на главный веб-сайт, но у них другой материал, направлен на читателей в Индии и в африканских странах. Есть еще там налево наш ньюслеттер, который мы запустили с самого начала. Это обзор новостей, которые появляются каждое утро у наших читателей в e-mail. Мы потом наконец-то в прошлом году или позапрошлом запустили приложение, которое работает совсем другим образом. И об этом тоже буду рассказывать. И мы сейчас делаем довольно много видео, и большинство из наших зрителей для видео их смотрят не на нашем сайте, не на YouTube, а на Facebook. И последнее, это то, что вы видите там наверху, это The Atlas, это наш сайт для чартов, графиков. И опять об этом буду подробнее рассказывать. Когда мы начали, мы решили подумать, что это, в какой рынок мы хотим, с кем мы конкурируем. Мы это представляли таким образом. Главная идея была, что есть издания бизнес-новостей в мире, мировые, как Financial Times, Wall Street Journal, The Economist. Я работал в Economist 16 лет. Главный редактор Курс в Америке, вот в Америке, 16 лет. То есть, есть такие издания, с которыми мы конкурируем на аудитории. То есть, их читатели, это тот вид людей, которых мы хотим достигнуть. Еще есть более, есть издания более направленные на Соединенные Штаты, как Business Week. И потом есть другие, которые уже не бизнес-новости, но они, как мы, основаны на понимании, на понятии, что большинство из их читателей придут не прямо в их веб-сайт, а через социальные сны. То есть, мы, как все издания, которые созданы в последние годы, поняли, что если ты начинаешь с нуля, и у тебя нет бренда, то есть, читатели тебя найдут через соц. медиа, через Twitter, через Facebook, через их друзей, которые разделяют ссылки. И поэтому такая графика, что наши конкуренты с точки зрения аудитории, с точки зрения типа людей, которые мы хотим, это эти очень традиционные сны, которые вы видите налево, а конкуренты с точки зрения, как сказать, attention, внимания, то есть, то, как мы привлекаем этих людей, это все эти новые знания, которые вы видите направо. оттографика тоже показывает что-то похожее. В 2014 году и еще раз в прошлом году, когда уже у нас была аудитория какая-то, мы были в какой-то степени известны, мы связали с читателями нашего ньюзлеттера. Особенно с экзекютив, с бизнесменами, востоков поставленных, скажем, в компаниях. И мы делали survey, исследование, да. Мы спрашивали, как вы получаете новости, что вы читаете, какие у вас привычки. Это исследование доступен в интернете, вот там адрес, вы можете посмотреть. И тут есть разные разные вещи, которые мы использовали, чтобы больше понять, как люди используют информацию, как они ее получают, где они любят читать. Ну вот, например, этот результат от первого исследования показывал, что из этих людей больше половины читают каждый день новости на e-mail. Когда мы, я буду говорить побольше о нашем e-mail, но когда мы начали, мы поняли, что если мы направляемся на читателей через мобильник, и что эти люди, у них привычка смотреть на мобильник каждое утро, когда они встают, то первые они смотрят e-mail. И поэтому e-mail это очень хороший канал, чтобы связаться с ними. И я потом буду рассказывать о том, что мы делали и с этим каналом. Да. Сейчас хочу говорить немного о том, как мы представляем статьи на квартире. Для нас мы стараемся каждому журналисту объяснить, что журналист, он не только журналист, он не только делает рассылывание и пишет статьи, он тоже в какой-то степени дизайнер. Он должен думать о том, как заинтересовать читателя, как представлять материал. Он должен думать о том, как в каком виде или на какой платформе этот читатель может получить этот материал. он должен быть ну aware так а? Свидетель Да. С кем он связывается, да. Представлять его. Да, он должен представлять своего читателя. Одно из вот наших убеждений было, что люди на интернете читают там грубо говоря двумя видами. Они читают очень короткий материал, очень быстро. Вот у тебя есть одна минута, когда ты ходишь по улице или нахожешься на автобусе, и ты смотришь на телефон, и ты хочешь смотреть какой-то маленький короткий материал, который тебе расскажет одну вещь. Либо у тебя есть время, ты сидишь за компьютером, может быть ты сидишь дома с айпедом, с таблеткой, с планшеткой, и ты читаешь длинную статью, длинный материал, от которого ты можешь действительно что-то важное понимать. Мы хотели работать над эти два края, и избавиться от типичного материала, который находится в газете, читаешь в газете статью может быть 700 или 800 слов, которая обновляет более-менее то, что случилось за последние 24 часа в определенной теме, но нет у нее определенной точки, определенного вывода, ты от этого особо ничего не вспомнишь. мы хотели делать материал, который люди вспомнили, и это для нас было очень важным, потому что если ты зависишь от социальных меди, чтобы получить читателей, это значит, что твоя аудитория должна разделить твой материал с твоими друзьями, чтобы разделить твой материал, там что-то должно быть memorable, они должны от этого что-нибудь помнить, которые они хотят рассказать своим друзьям, сказать, вот это интересно, смотри. Поэтому мы придумали эту идею изгиб кварц, и это попытка направить наши материалы в эти два края, то есть короткие, четкие, одну точку, одна вещь, или длинные, которые стоят работы, то есть стоит время ее читать, вложить в его время, чтобы от этого что-нибудь действительно учиться. Этот изгиб может опа, извините, вот, это значит, что мы обычно говорим нашим журналистам, стараться не писать статьи между 500 и 800 слов, то есть либо коротко, либо длиннее. Вот, я хочу приводить пример о том, как это работает на самом деле. когда президент компании Microsoft Стив Балмар уволился, это было в 2013 году, когда он уволился, появилось очень многие статьи в разных СМИ, в которых было написано «Президент Microsoft уходит в «Президент» прямо. Все повторяли ту же новость, буквально сотни такие статьи вышли, одинаковые. Наш подход с такой новостью, это попытаться искать другую сторону, одну точку интересной данной, какой-то другой момент, который не появляется в других СМИ. В этом случае наш корреспондент по технологии видел новость, видел, что уже очень много многие об этом писали, и потом пошел какой-то разговор у нас в редакции, кто-то заметил, что цена акции Microsoft выросла, когда президент уволился, потом кто-то другой сказал, ну, наверное, у этого у Стива Балмара есть акции в Microsoft нету, конечно, и это в Соединенных Штатах это открытая информация, можно это просто проверить на интернет, мы проверили, смотрели, сколько его акций, расшифровали, смотрели, сколько выросла цена, и вот сделали этот calculation, что он на самом деле стал на 600 миллионов долларов богаче, когда он уволился, потому что цена на его акции выросла настолько. это появилась эта статья, там было, по-моему, где-то 70 слов, сейчас, это появилось вот, 65 слов, вот, мы просто показали, как мы это делали, мы это опубликовали за 20 или 30 минут после того, как новость вышла, сразу, поскольку новость была, там шел разговор об этом, поскольку интернет об этом говорил, мы туда добавляли момент, информацию, которая не была у других СМИ, поэтому это было очень успешно, потому что это была тема, которая обсуждалась и новая информация, и мы, когда есть большая новость, мы стараемся всегда работать с этим подходом, найти ту новую информацию, о которой другие написали, не писали, вот, за несколько дней после этого мы опубликовали две статьи длинные, это были на базе интервью с бывшими инженерами Microsoft, наш корреспондент связался с ними, говорил, было интервью у них, и они рассказывали о культуре в Microsoft, которую этот президент Стив Балмер оставил, какие были проблемы в компании, значит, какая задача есть у следующего президента. В этот промежуток времени между первой статьей и остальными мы ничего не опубликовали о Microsoft. Другие СМИ опубликовали много статьи о том, кто может быть следующий президент. Они рассылались на интервью с знаменитыми людьми в компании, у нас не было этих контактов, поэтому мы не старались это делать. Мы пытались не просто повторять то, что другие опубликовали. Но когда у нас был наш собственный оригинальный материал о том, как надо спасти на самом деле Microsoft после ухода Балмера, мы об этом писали. Это был опять новый материал, оригинальный и для нас интересный, и для наших читателей. это еще другие примеры этого подхода, но я думаю, что вы поняли, собственно говоря. Еще пример этого подхода. мы ищем маленькие данные, маленькие новости, которые никто больше не замечает, наверное. И мы ищем способы их делать интересными. В этом случае вышла какая-то статистика. Это очень часто бывает, что выходит статистика, и она сама по себе не очень интересная. В этом случае это была статистика об объеме объеме traffic, данных, которые используются на мобильных сетях. И вот как вы видите в этой графике, объем данных на голос, на войс, на звонки растет очень медленно. объем данных на интернет растет очень быстро. Это понятно, на самом деле это никого не удивляет, но мы от этого делим маленький материал. Просто почему мы звоним, почему они называются телефоны? Это не телефон, это уже компьютер, это уже интернет браузер в твоем кармане это не телефон. Это маленькая точка, это небольшой материал, это не очень умная вещь, но мы это могли делать очень быстро опять, потому что это маленькая точка, опять где-то 70 слов, одна графика, не стоит очень много времени, но от этого выходит один момент интересный, которым человек может вспомнить, разделить своими друзьями, сказать, а вот смотрите, ну как, ха-ха, интересно. И это тоже способы развивать, то есть делать материал, который мы можем опубликовать, который никому не стыдно, но не стоит очень большие деньги. Мы конечно делаем тоже материал гораздо более развитый. У нас есть маленькая команда журналистов, которые тоже являются программистами и они делают в других редакциях эти люди типично работают как-то под другими журналистами. То есть у тебя есть идея для статьи, но ты хочешь сделать какой-то интерактив, ты идешь, ты договоришься с этой командой, они тебе помогают и идет такая совместная работа. В нашем случае эти журналисты, которые журналисты-программисты, они сама по себе журналисты, они делают свою журналистическую работу. В этом случае один из них программировал игру. Это на базе записов, записей об акцентах. Там есть какой-то академик, который собрал записи людей, из разных стран, которые говорили определенную строчку на английском языке, и надо было просто догадывать, что это за акцент, откуда этого человека. Это очень глобальная история, интересно, ты можешь понимать, слышать акценты от разных стран, но это игра, и это было фан просто. Это еще один пример этого типа был опять академик, лингвист, который собрал очень многих данных о том, какие слова используют в разных районах Соединенных Штатов. И мы от этого делали карту. И оказывается, что если ты находишься, если ты живешь, если ты мужчина, и ты живешь в юге Соединенных Штатов, ты своих друзей называешь дюрь, а если ты в Западе, может быть, ты скажешь бау, если ты, короче говоря, это интересное использование данных, которые кто-то собирал для академических причин, и мы их превратили в журналистическую работу. тут я просто хочу подчеркнуть, что для нас очень важно дать нашим журналистам свободу играть, быть креативными. Очень многие бизнес-новостей экономические новости довольно скучные. Когда шли переговоры между Гретьей и Евросоюзом о одолжении Гретьи, постоянно выходили новости о том, что было какое-то заседание, было какое-то соглашение, это очень много места занималось в страницах серьезных СМИ, очень скучно было читать. Для нас самых это было скучно читать об этом и потом об этом писать, и поэтому мы решили делать какой-то перевод этих важных письм и заседания в обычный английский язык. И это просто был опять способ взять одну скучную новость и перевести ее в что-то более интересное. Опять-таки были очень много скандалов о банках, наших корреспондентов финансов в Лондоне. Ему настолько надоело этих скандалов, что он написал не статью, о самом последнем скандале. Template. Как будет Template? Шаблон. Он написал, что шаблон для статьи о скандалах. Это вот он на самом деле через эту статью, через этот шаблон, то, что он на самом деле говорил, это вот смотрите, есть столько банковских скандалов сейчас, что каждую неделю, каждый месяц появляется одинаковая статья, только меняются имена и номера. И вот, это просто был опять наш подход, наш способ играть с новостью. И, как я говорю, для нас это креативность, это разрешение журналистам делать то, что-то неожиданное, необычное с новостями, это для нас очень важно, потому что, во-первых, это просто более интересно для журналистов и иногда это тоже интересно для читателей. Последний пример это статистика об инфляции в Евросоюзе и мы это превратили в стихотворение. Трамп это просто еще очередной пример. Когда Дональд Трамп заявил, что он считал, что он на самом деле, что был очень большой фрод в выборах, фрод, обман, да, что были большие обманы в американских выборах и что он на самом деле получил миллионов больше голосов, было рассчитано. Опять, многие издания об этом написали с очень прямой заголовкой Трамп объявит, что миллионы голосовали нелегально и мы это превратили в другую заголовку. Его называли главный редактор движения Fake News. То, что на самом деле стало еще более очевидно за последнее время. Но это было, это, это, не, это, конечно, не news story, это, 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 это не прямая новость, это комментарии о новостях. И очень у нас, на самом деле, между новостями и комментариями нет там очень там четкой границы. А? как у вас, да. И, ну, это, это специальная лилина, это просто опять, потому что столько изданий уже об этом написали, нам надо было найти свой, другой, свою оттенку. Окей. я вам показал уже пару статей с графиками. Когда мы начали в квартире, мы поняли, что вот, мы будем, это бизнес новости, экономические новости, мы будем писать очень много о статистиках, когда ты читаешь статью, текст, который переполнен цифр, да, номеров, это очень скучно, и это не только скучно, это тяжело, потому что ты, как читатель, должен себе представлять эти цифры в голове, чтобы понимать о том, о чем идет речь. Поэтому мы решили, что нам очень важно позволять журналистам писать с графиками, то есть вместо несколько строчек с номером, чтобы они могли просто создать графику, в обычной редакции опять, если журналист хочет делать графику, он должен идти к специалисту, к человеку, который берет эти цифры, их превращает в графику, это длинный процесс. Так что мы хотели, чтобы каждый журналист имел эту возможность. Наши журналисты, программисты тратили довольно много времени на создание такой инструмент, инструмент, который позволяет журналист сам создать свои графики в нашем стиле, с нашими цветами. И в 2014 году мы опубликовали почти 4000 график используя этот инструмент. И были у нас статьи, которые на самом деле были, в них почти не было текста, это только графики. Так что один из наших журналистов, например, развивал специализм, он в конце каждой недели написал статью, которая была 10 или 12 графиков, только о том, какие были самые важные экономические данные этой прошедшей недели. Так что мы говорим действительно, что мы пишем с этими графиками, вместо слов. В 2015 году мы запустили, мы превратили этот инструмент в веб-сайт. Это что значит. Раньше мы эти графики делали и мы создали как просто картины, имиджи, JPEG. И потом мы их вкинули в нашей статье. Когда мы создали The Atlas, это отдельный сайт, на котором журналисты создают графику, и потом она опубликуется прямо на веб-сайте. То есть этот веб-сайт это на самом деле издание само по себе, на котором появляются только графики. То есть инструмент и издание вовнутрь? Да. Вот. Так что инструмент выглядит грубо говоря так. Тут входят данные, там появляется графика, как она будет. То есть здесь тоже есть мобильный вариант, чтобы было видно как-то выглядеть на мобильном телефоне. А на кварце на главном сайте появляется? А, Значит, они появляются во-первых на этом сайте, а потом это только embed code. Это вот одна строчка, которая включается в статье, и эта графика появляется в нашей статье. Вот. Через эти коды другие люди могут тоже включить наши графики на их веб-сайте. Так что очень многие из этих графиков сейчас появляются в других сайтах. И в прошлом году мы открыли этот веб-сайт, The Atlas, это издание, чтобы любой человек мог там создать аккаунт и создать свои графики. И сейчас я посмотрю. Вот сейчас как выглядит The Atlas. Нет, это не то. Ну, неважно. Это выглядит, грубо говоря, так же, но там есть графики, это очень многих пользователей в разных странах мира. И там наша задача была, чтобы наш веб-сайт превратился в какую-то библиотеку для данных, для графиков, которую любой человек могло бы использовать. Потому что для нас это, мы это считаем, как будто часть нашей миссии, чтобы люди более правильно использовали статистику и графики. Вот. Значит, когда мы начали в 2012 году, Quartz был, грубо говоря, вот эти вещи. Был веб-сайт QZ.com, Daily Brief, это newsletter, email, потом Facebook и Twitter, конечно, Flipboard, и у нас тоже еще уже были пары параконференции. В прошлом году, в конце прошлого года QZ уже выглядела так. Это значит, у нас есть главный веб-сайт, веб-сайт для Африки, для Индии, издание для графиков, Atlas, у нас есть разные email newsletters, игры, конечно, мы появляемся на разных каналах соц. меди, тоже на другие платформы, как Apple News, есть наше приложение Live iPhone и Android, которые я сейчас буду показывать, разные конференции и подкаст, который на самом деле прекратился, но это был еще один канал. В каждом из этих каналов мы стремились развивать голос для этого канала, то есть представление о том, что такое QZ для этого канала. И как пример этого я сейчас буду говорить о нашем email. Значит, когда мы начали, email для издателей было в основном способ привлекать больше читателей к их веб-сайту. То есть ты получал, до сих пор можешь получать email от Guardian или New York Times или от Moscow Times или неважно от кого, и там будет список тех статей на этом веб-сайте, которые главный редактор считает самые интересные. Хорошо. Это, конечно, интересно только, если читатель действительно интересуется этим веб-сайтом. мы решили, что мы хотим создать наш email как издание само по себе. Это значит, что это обзор новостей, что случилось за последние 12 часов в мире, пока ты спал, что будет важно в этот день, еще какие-то интересные новости, идеи. и этот обзор мы берем от очень многих разных изданий. То есть, у нас есть маленькая команда, это журналист, который пишет, который смотрит на многие веб-сайты, решает, какие самые интересные и важные новости, включает ссылки в email, и потом редактор, который это редакторит. там меньше 20% этих ссылок на наш веб-сайт. В основном это новости другого мира, остального мира. И мы это решили делать, потому что мы хотели, чтобы этот newsletter был изданием, как я говорил, самого по себе. Я до сих пор встречаю людей, которым я работаю в кварце, они говорят, а вот, я знаю кварц, да, я получаю кварц каждый день. И оказывается, что они получают наш email, и даже не знают, что существует веб-сайт кварц. Для них кварц это только email. И для нас это прекрасно, потому что нам не важно, чтобы qz.com был кварц. Нам важно, что идея, и идентичность, и подход это кварц. Если человек читает кварц, ему нравится, но он только читает кварц на email, это хорошо. реклама там есть? Реклама там есть? Да, реклама у нее есть. Я могу потом говорить немножко о рекламах. Когда мы начали делать видео в 2015 году, если кому-нибудь интересно, я могу побольше рассказывать о видео, Просто у нас совсем другие подходы, чем в наших статьях. Конечно, это видео. Хотя бы коротко расскажи на подходах, о разнице подходов. Да, например, есть тоже много материала доступного на интернете, особенно от правительственных органов, которые можно свободно использовать, но эти органы не умеют его использовать для интернета. например, НАСА или этот орган, который занимается океанами в Штатах, у них очень много видео от океанов. Он сидит там на веб-сайте часами и много случаев никто его не смотрит. Нам было очень успешно взять этот видео и его редактировать в короткие ролики которые рассказывают новые открытия. Этот видео по-моему получил около 40 миллионов hits зрителей. Один из наших корреспондентов, который пишет о моде, делал видео о том, как правильно купить одежду. на самом деле это более серьезная тема, чем кажется, потому что он очень много пишет, то есть обычные статьи, он очень много пишет о том, как промышленность одежды вредна для окружающей среды, потому что производится очень много одежды, которые люди одевают немного, потом бросят. так это его путеводитель о том, как правильно купить одежду, чтобы она была хороша, качественная, и чтобы ты ее много использовал, чтобы ты сам не вредил окружающей среде. Это был ряд интервью, которые мы делили в Бурделе. Одна из наших корреспондентов, она экономист по образованию, по профессии, на самом деле, и она пошла с другой журналисткой, которая занимается видео для нас, и они посетили легальную законную бурдель в штате Невада, где там женщины работают, но владелец бурдель очень важно, чтобы они учились заниматься бизнесом, как торговаться с клиентом. И он на самом деле ведет на это классы, и это для него, это хорошо, конечно, для него бизнес, потому что он получает от этого процент, но это тоже для их очень полезно, потому что они учат, как правильно оцениваться, как торговаться, как вести бизнес. И так что мы сделали ряд интервью с этими женщинами о том, что они учат, и какие у них в жизни последствия для этого. Так что это очень интересная бизнес-тема. вот, это что касается видео. Я сказал вот в начале, что когда мы запустились, мы решили не делать приложение, потому что то, что можно делать на приложении, можно тоже делать на веб-сайте. Но в позапорожем году, как вам, наверное, всем известно, стали появиться эксперименты с распространением новостей, через мессенджеры, как телеграмм. Мы выделили это появление, и мы решили, что это может быть сейчас повод, чтобы делать приложение, чтобы делать эксперимент на самом деле о том, как мы должны писать, что должен быть голос кварца в режиме мессенджера. И тут на самом деле нет, есть, ролик здесь или нет, нету. Неважно. Короче говоря, это приложение, ты его открываешь, и ты получаешь сообщение, и ты можешь выбрать, если читать дальше, или идти на другую новость. Но получается такой вид разговор с предложением, с ботом. И вот эти, да, включаются всякие гифы, картинки. Но идея в том, что ты можешь ввести как типа, на самом деле это не настоящий разговор, но это новости в виде разговора с читателем. Это просто совсем другой подход. И это мы у нас есть, так как на email newsletter, это способ привлекать читателей, которые нам возвращаются каждый день. Не очень большое количество, по-моему, там несколько сотных тысяч скачали приложение, может быть несколько десяти тысяч читают каждый день, но это совершенно другой способ просто. Так. Да, это просто тут. Скажи, скажи, интересно. Да. Ну, значит, например, еще очередная новость о Дональд Трампе, ты можешь выбрать, ты хочешь считать дальше или нет. Здесь мы тоже играем с сообщениями на экране телефона. Wall Street Journal в конце каждого дня отправляют notification о том, что случилось на рынках. Мы тоже отправляем такое, но наше сообщение в форме хайку. Вот. Просто потому, что можно. я уже довольно долго говорил, давайте перейдем на вопросы. Я тут набрала своих, но как гостеприимный хозяин я, наверное, сначала предоставлю вам. Катюш, ты тогда микрофон. Скажите, пожалуйста, есть вопросы или начинать мне? Есть. Есть. Большая просьба представляться, хорошо? Я Анатолий, бизнес, но как бы не связанный с журналистикой. Вопрос такого плана. Когда вы делаете рассылку, то, что вы, скажем, сейчас на данный момент определение поставили, что сбрасываете помимо своих новостей, у вас есть новости из других собственно источников, хотелось бы узнать, вы какие-то там, скажем, оформления договоров или на каком основании вы ссылку даете на эти новости? У вас есть какие-то партнерские соглашения с этими СМИ? Хорошо, да, нет. То есть мы не переопубликуем просто, ну, на самом деле, да. Есть определенные СМИ, от которых мы просто переопубликуем их статьи. Это не новостные статьи, это типичные комментарии или рассказы. И тогда у нас с ними договоренность. Но когда мы пишем, например, о том, что уволился президент Микрософта, мы там не переопубликуем их новости. Мы ставим ссылку, как в обычной статье. Мы можем писать, например, Wall Street Journal объявил или раскрыл, что вот такое случилось, а потом мы добавляем свой материал, свой анализис или другой материал, который мы к этому прибавляем. Пользователь переходит уже на ваш сайт, по сути, как бы читать статью. Пользователь переходит на ваш сайт для прочтения статьи этой. Правильно я понимаю? Если он по этой ссылке кликает. Тогда может быть я плохо понял. Когда вы говорите о ссылке... Вы делаете рассылку на email. А, рассылку на email. А, на email. Да, тогда это идет на их сайт, не на наш. Все, понятно. Вот это меня интересовало. Спасибо. Нет, потому что это тоже не очень большое количество трафика от email. Марина Воробей журналист. Мне интересует email, если вы его делаете как отдельное издание, вот хотелось бы хотели и хотела Юлия спросить. Я хотела бы вернуться. На чем вы зарабатываете? Если вы просто... Я об этом хотел говорить, потом не стал. Сейчас стану. Мы зарабатываем на рекламу. То есть это особенно для... То есть это связано с той аудиторией, которая у нас есть. поскольку мы решили, что мы хотим привлекать таких читателей, которые читают Financial Times, The Economist и все прочее. У нас на самом деле есть качественная аудитория. Это очень много людей из бизнеса, которые распространяются по всему миру. Где-то 55% читателей в Штатах, остальные вне Штатов. И к этой аудитории мы можем привлекать рекламодателей там luxury brands, ну ави-компании, автомобильные компании, вот такие. Мы они ставят на нашем сайте там грубо говоря два вида реклам. Один это такой баннерная реклама и еще есть native content. но эти не типичные баннерные рекламы. Они я не знаю могу ли это показать сейчас появится это как мы это сделаем сейчас это не получится так я не знаю как это переключить но короче говоря если пойдете на сайте kuzar.com вы увидите что есть там реклама между то есть появляется статья потом реклама потом следующая статья выглядит вот так тут есть статья конечно о Трампе вот статья заканчивается и тут появляется реклама так вы видите что это нетипичная баннерная реклама которая занимает там маленький кусочек она большая она хорошо сделана там есть идея потом следующая статья да ну вот такой день сегодня да да вот кстати вот в этой статье есть одна из этих графиков от The Atlas то есть эта графика на самом деле существует на сайте The Atlas и если кликнуть на нее появляется возможность смотреть ее на этом сайте или разделить по фейсбуку и так дальше вот значит эта реклама появляется и поскольку они специально сделаны для нас это чтобы привлекать именно ту аудиторию которая у нас есть и поэтому мы можем то есть цены на эту рекламу относительно высокие по отношению к рекламам на обычных сайтах как наверное вам известно многие сайты продают рекламу через такие сети рекламные advertising networks цены на этой рекламе все постоянно падают качества очень низкие они связаны с fake news и ужасные вещи но у нас это действительно такой custom design это специально рекламодатели работают специально с нами над этими рекламами они их делают специально для нашего сайта и поэтому качество у нас и качество и цена держатся и мы еще у нас рекламу мы продаем тоже в этом email в newsletter и на приложение и да скажите азиатлас поддерживает русский язык поддерживает русский язык или нет хороший вопрос я еще не попробовал пока вроде как нет ну может быть никто не сделал там график на русском языке можно я пробую зарегистрироваться вроде нет может быть там есть хитрые способы о которых мы не знаем ну знаешь что вы зарегистрировались и потом попытались сделать графику с кириллицами и не получилось пока нет хорошо могу спросить спросить что самое худшее было у кварца что провалило что вы очень хотели запустить или запускали но что не пошло хорошо александр а на пои точка бивай хорошо извини повтори вопрос что у кварца провалилось что вы запускали какие проекты провалились о хороший вопрос окей да были мы хорошо покажу вам кое-что если идти на сайте кварц вы увидите что есть такие то что мы называем обсessions обстоятельства может это очень долго скачивается но вот обстоятельства это такие главные темы которые мы освещаем фэшн мода the office то есть рабочее пространство то есть то как люди работают в каких условиях они работают дизайн the art of parenting воспитание детей Davos конечно сейчас глобальный экономический форум language язык эти такие ну темы которые которые для нас центральные вот один проект который у нас провалился это было одной из этих тем и тема называлась называлась глаз то есть зеркало то есть экраны мы писали очень много статей о том как экран как как это сказать ну просто о количестве о количестве экранов в нашем в нашей жизни и как мы их используем это был это это был просто другой способ писать о технологии о мобильных телефонах о планшетках но через этот взгляд экрана и мы считали что это важная тема важная тема и мы создали специальный сайт для этого и на этом сайте мы просто ставили каждую мелкую новость которая нам казалась связана с экранами вот мы делали этот проект в течение нескольких месяцев потом просто поняли что никто не считает этот сайт и вот закрыли это это один пример что еще но это самое главное о котором я могу думать здравствуйте если можно я буду сидеть потому что они очень хорошо себя чувствуют спасибо меня зовут Катя и я тоже журналист и у меня очень простой вопрос но такой по делу смотрите вы говорили что у вас было 8 журналистов и 4 редактора всего когда вы только запускались и сайт и такой вопрос по делу как вы продвигались понятно кроме того что писать хороший контент делать хорошую email рассылку делать интересный формат были у вас какие-то может быть спонсоры или редакторы из других изданий известных то есть как вот выйти из этой мертвой точки спасибо она не была мертвой точкой в кавычках ну значит так кварц принадлежает одному богатому человеку он наш да владелец он владелец журнала The Atlantic который очень старый ежемесячный журнал еще несколько интернет изданий он решил что надо делать такой сайт он вложил деньги и это ради его что мы могли это запустить и продолжать и он вложил тоже в это самое в развитие в growth персонал персонал мы сейчас зарабатываем хорошо на рекламах но в самом начале конечно мы не были прибыльными и это было ради него кроме этого да мы просто начали с маленькой командой и просто постарались сделать хороший контент и чтобы он был другой чтобы он не был похож и чтобы наш дизайн не был похож на другие сайты я думаю что это из-за этого инновейшн в основном что мы могли пробегать добрый день меня зовут Федор тунеядец наверное можно представить у меня вопрос вы говорили что кварц это не только сайт но и каналы продвижения другие а как вы выбираете канал продвижения допустим вот пришло время для мессенджеров или там пришло время для в свое время фейсбук твиттер как вы решаете как этот момент почувствовать что нужно использовать тот или иной канал ну вы спрашиваете как будто бы у нас была техника но нет это просто разговоры как в любом месте то есть мы постоянно обсуждаем что происходит в мире СМИ и что делают другие что мы можем делать с новой идеей появляется новая технология как мы ее можем использовать ну вот так это просто открытость к этим экспериментам вот и все и эксперименты у нас бывают очень по-разному как я показал эксперимент может быть что журналист решает что он не хочет писать о какой-то новости обычным способом и он придумает другую форму статьи а эксперимент может быть это приложение или новый сайт вот это просто много экспериментировать здравствуйте меня зовут Егор я давно читаю кварц спасибо что приехали до сих пор не могу поверить что вы сидите в аудитории вопрос мне кажется витает в воздухе Атлантик он не работает с русским языком но у вас русский язык на уровне сюрприз для меня может быть для многих расскажите как вы выучили русский язык может вы его изначально знали как то связано с восточной Европой возможно короче говоря я учился немного в школе немного в университете то есть я первый год русского языка в университете потом был корреспондентом журнала экономист в Москве там я более-менее хорошо учился то есть выучил и и вот и все и у меня такая голова которая держит языка может да добрый вечер меня зовут Микола я из журнала сетидок это журнал аминский сетидок откуда они к вам пришли это в первую очередь журналисты по образованию или программисты которым интересна журналистика как они работают в двух словах автономно или какой-то целой командой и если можно какие-то примеры которые вы считаете особо удачными их материалов спасибо хорошо значит они их наверное сейчас пятеро человек или может быть шесть они по образованию разные есть кто учился там компьютер сайенс то есть программизм прямо есть кто учился журнализм и они работают то есть у них своя команда и каждый работает над своими проектами один из самых успешных которые о которых я могу думать сейчас я не знаю смогу ли я это показывать постараюсь поискать сейчас минуточку наверно долго грузится но это был проект который взял данные о всех ну саттлайтах как саттлайтах спутниках да конечно всех спутниках которые находятся вокруг мира и сделала просто визуализацию то есть визуализацию там где они находятся сейчас посмотрим но в основном эти они работают как я говорю в автономном режиме иногда с другими журналистами так что вот в этом случае это был один из этих программистов который работал с другим журналистом который занимается космосом у нас и они придумали это вместе иногда они тоже работают над проектами для редакции как например этот сайт для графиков атлас окей опять это будет миллион и да так что они это смесь в основном они работают в одном режиме над своими проектами иногда с другими журналистами на какой-то визуализации вот так что это то есть каждый спутник находится вот по высоте над землей и можно смотреть на каждую из них и вот определенные данные есть и потом можно их спускать это было красиво круто у меня вопрос связанный и даже наверное обойма из двух вопросов первый это кто про структуру редакции немножко вот мы уже знаем что есть журналисты программисты мы до этого с тобой говорили что есть есть такие ребята как девелоперы вот расскажи пожалуйста о том какая структура редакции сегодня у кварца хорошо да значит так что-то необычное у нас не слайта делает отдельная команда или как вот ваше мобильное приложение этот самый контент для мобильных как это все организовано если можно хотя бы схематично у нас то что необыкновение что наши девелоперы то есть это отдельная команда да есть это журналисты программисты есть там чистые девелоперы которые работают на развитии приложения на развитии веб-сайта и так дальше эти это уже чистые программисты да чистые и их наверное человек 8 или 9 сейчас когда мы начали их было 4 редакторе значит не очень большая команда с этим мы могли делать довольно много то что у нас отличается от других редакций что эти девелоперы подчиненные главному редактору в других изданиях обычно девелоперы подчиненные издателю и для нас это просто было важно чтобы они были подчинены главному редактору потому что таким образом развитие нашего веб-сайта и нашего дизайна и наших каналов очень тесно связано с развитием нашего журнализма нашего материала то есть приоритеты этих девелоперов они нашим журнализмом тоже есть сейчас один или два девелопера которые работают со стороны бизнеса с рекламодателями но основные работают с главным редактором у вас есть планерки у вас есть планерки летучки планерки летучки как еще это сказать у кого нет а в них участвуют девелоперы то есть планерки новостей это news meetings а нет девелоперы в этих не участвуют то есть программисты журналисты программисты то есть как они узнают а нет журналисты программисты не знаю должно быть лучшее слово я не знаю мы их называем просто the things team так что они делают эти мы их называем просто things так что вот наш things team нет наш things team они полноценные члены редакции они принимают участие во всех планерках у вас много креатива видно что вы много крутите и много вещей обсуждаете как вы просто реально собираетесь все вместе или это происходит онлайн как в этом участвуют зарубежные ваши редакции а нет это все происходит через slack все знают что такое slack да есть была такая кто-то кто-то когда-то сказал что мир разделен в двух частях люди кто никто не слышал никогда slack и кто не может себе представить жизнь без slack мы во второй группе на самом деле это занимает очень много времени но да есть очень много этих разговоров происходят в окналах slack и потом у нас есть заседание редакции разной дели но там 80 человек или 100 человек не могут там очень ничего серьезного обсуждать в полчаса да так что это больше для заявления и потом там настоящее там вращение принимается в более маленькой группировке да у каждого редакции разделена в группировок группировки там один редактор на может быть 4-5 журналистов и slack тоже поделен по группам да потому что невозможно представить спама 200 человек это же умрешь ну да я про это говорю он поделен по группам да значит я не приватизировала микрофон если кто-то так думает да я сейчас отдам последний вопрос я тогда задам такой концептуальный вопрос вот вы замахнулись на очень серьезную традиционную аудиторию как financial times при этом работаете методами которые эта аудитория непривычна ну эта аудитория это такая аудитория которая вот чтит традиции она не отторгает ваши методы то что происходит или наоборот ее это привлекает и вы забираете ее то есть вы о серьезных вещах говорите интересно ну мы конечно то есть снобизм аудитории вам не мешает здесь нет смотрите мы конечно во первых мы не привлекаем всех читателей financial times а во вторых мы понимаем что у любого человека у любого читателя сейчас много источников да как мы показали вот в это в это исследование что мы делали это это были действительно люди высокого высокого уровня наверное очень много из них читателей и financial times и wall street journal но они как обычные люди они смотрят на телефон они получают новости через телефон они весь день на интернете так что то что мы делаем для них это тоже но это тоже для многих из них это тоже подходит и наверное некоторые из них читают financial times и читают кварц может быть они открывают financial times на телефоне утром а потом смотрят видят какую-то статью от кварца через их facebook в течение дня и читают вот этим этим образом можно задать вопрос в телеграме ваш чат-бот насколько популярен у нас нет чат-бота на телеграме то есть это то что я вам показал это наш приложение специальное это не на телеграме мы пока еще не решили перейти на телеграм потому что это нам будет хорошо ваше имя там уже занято а да ну хорошо может быть кто-то занял просто занял на всякий случай но по-моему мы там ничего не распространяем может быть я даже об этом не знаю и еще скажите вот вы такие креативные и поддерживаете идеи какие идеи самые сумасшедшие вы одобрили и какие вы ну зарезали были ли такие которые ну нет 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 ну это никак ну наверное были я сейчас в этот момент не могу вспомнить какие самые сумасшедшие я одобрил блин сейчас не приходит в голову никакой пример извините если придумаю я скажу и какие вы зарезали на что вы пошли мне тоже в этот момент не приходит в голову пример сейчас нет я могу рассказать о виде которую я одобрил давайте это журналистка которая сделала интервью с женщинами в Мурделе мне подошла когда один прекрасный день сказал ты знаешь я был в баре и познакомился с человеком и он оказался дилером и он мне рассказал очень интересную историю о том как он доставляет наркотики через интернет через так называемый dark web и она продолжала она даже не думала о истории она просто мне рассказала интересную вещь я сказал ну в этом надо писать и она сказала ну хорошо ну а как связаться ну да можно связаться потом она должна была делать расследование на этих об этих рынках которые находятся на этих веб-сайтах которые находятся на dark web наша наш отдел ну наши атишники то есть это как раз не программисты журналисты и не девелоперы а наши атишники очень возмутились сказали на нет вам нельзя заходить в dark web с нашими компьютерами в конце концов они одобрили вот они дали специальный компьютер который они очистили она не могла его использовать для любого другого там предмета она вот дошла там делала очень много исследования не купила ничего по-моему вот она но статья получилась очень интересна потому что она на самом деле объяснила экономику торговли наркотиков через интернет с точки зрения профессионального экономиста и она писала о том как почему определенные наркотики легче торговать а другие сложнее с чем это связано она вот связалась с этим дилером и описывала как он эти наркотики достает как он их продает чтобы его не арестовали все эти методы которые сейчас в современном мире используют для торговли наркотиков это получилась очень интересная статья поскольку мне известно нет нет она не покупала поскольку мне известно то есть вопрос такой как вы оцениваете успешность материалов то есть с помощью каких метрик и каким-то ли образом это коррелируется с оплатой то есть гонорарами журналистам которые эти материалы написали хорошо нет зарплаты не связаны с этими метриками метрики ну наш главный метрик это количество уникальных уникальных зрителей да в основном это тот то есть мы смотрим на то то есть если у вас вопрос о том насколько мы оцениваем наши журналисты насчет этих этих метриков мы то есть мы делаем evaluation оценку на базе разных ну очень много разных вещей и метрики это только одна но рекламу мы мы продаем насчет уникальных зрителей вот что еще важно кроме уникальных для продажи рекламы пока ничего то есть идут разговоры о том можно ли продавать насчет там сколько времени люди проведут на сайте но с рекламодателями я об этом не очень много знаю потому что я не веду эти разговоры но кажется что с рекламодателями сложно там их сложно перейти на другую метрику то есть они все привыкли на эту и просто легче продавать по этой цифре является для вас успешность доказательства успешности я вам скажу количество шеров в соцсетях либо еще что-то клики которые приходят мы на это тоже мы обращаем внимание на эти тоже хотя опять это не влияет на 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 оценку с точки зрения рекламодателя но мы тоже оцениваем на менее так менее четкие метрики как насколько например если кто-то важный кто-то влиятельный влиятельные люди разделили эту статью да если Билл Гейтс разделяет статью это для нас это успех например так что мы обращаем внимание на все эти да тоже спасибо добрый день я Игнат страдаете ли вы от блогеров и какая часть аудитории сайта приходит за границей не из США я не понял блока рекламы если у вас а блокеров пока еще это не очень сильно влияет на нас почему-то объявить потому что эти блокеры менее развиты на телефонах и большинство наших читателей на телефоне на муверен телефоне и кажется что да пока еще это не влиятельно добрый вечер меня зовут Дмитрий Каренко журналист хотел бы задать такой вопрос о сегодняшней главной новости безусловно которая и для Америки и для мира которая доминирует в медиа сегодня и даже сейчас вот речь идет об инагурации президента США вчера по-моему было опубликовано открытое письмо журналистов Белого дома о своем где они выразили свое отношение и пожелание о том как будут организованы отношения между президентом и журналистами в котором было также отражено ряд таких сложных ситуаций которые происходили за это время и в принципе во время избирательной кампании на ваш взгляд каковы насколько реальны эти риски эти угрозы о которых говорят журналисты в смысле того что возможно такое серьезное подавление свободы слова и выражения в американской прессе и вот я смотрю сегодняшний ваш сайт сейчас публикации пример у вас там сравнивается дизайн организации всего мероприятия с такими фашистскими ну вот этими как это корректнее сказать мероприятиями тоже то есть такие параллели достаточно жесткие параллели и которые в принципе которые критикуют власть вот в будущем вы не опасаетесь того что такая критика власти станет невозможной у вас в издании и в других американских изданиях да ну это конечно очень сейчас горячий вопрос в штатах я бы сказал что вот опасения разделяются можно сказать в две категории одна это что Трамп его администрация просто исключат прессу просто не даст ну access доступ да конечно это не угроза это просто ну это там придется работать другим образом есть тоже опасения о том что они могут ну restrict ограничить спасибо ограничить свободу слова это мне кажется не очень реально потому что на самом деле вот это это в конституции довольно там крепкая часть конституции то что они не могут делать это то что на самом деле уже было во времени началось во время Обамы это более ну surveillance как слежение слежку да электронную это я думаю что это самое большое опасание на самом деле да ну я думаю что для прессы наверное для нас более важный вопрос это не то что Трамп может нам делать как как то есть как добыть как добыть доверие американской публике потому что очень большая часть этой публики уже вообще не доверяет там традиционной прессе да считают что ну что мы просто против Трампа и что мы просто опубликуем вранье и вообще не оценивается там качественной информацией вообще это конечно очень большой разговор о том что случилось с политической культурой в штатах чтобы появилось это разделение очень острое между правой и левой части и пресс пресса сейчас находится вот с одной стороны этого разделения и для нее проблема по сути это это самое главное это просто релевантность что мы делаем за что мы делаем журнализм если очень большая часть страны просто не считает что то что мы делаем важно или релевантно или даже правильно или правда как вы сами отвечаете на вопрос почему это происходит почему это происходит почему это произошло почему это произошло ну это я боюсь что вот мой русский язык недостаточно для этого это очень линный процесс который начался во-первых с фрагментации медийной сферы кабельное телевидение потом интернет и появилось очень много разных голосов и возможность любого человека конечно опубликовать и высказывать свое мнение от этого из-за этого пресса уже не была настолько нужна скажем политикам чтобы связаться со своей аудиторией потом тоже есть определенные изменения в американской политической культуре которые привели к тому что экстремисты более иметь более силой в американской политической системе то сейчас выгоднее быть экстремистом быть там иметь какие-то крайние точки зрения и постарать вот все взорвать в республиканской партии и даже в демократической партии более выгодно быть таким экстремистом чем быть ну moderate там да в середине и возможность cooperation сотрудничество и внутри партии и между партиями почти уже такой возможности почти нету и поэтому получается такая культура где очень просто все борются друг с другом это конечно очень упрошенная версия того что случилось но это просто процесс который очень долго творится и трамп является самым просто последним появлением появлением этого а вот появление таких то что изменилась сама схема медиапотребления то что люди получают информацию очень много из соцсетей где алгоритм выдачи это то что вам нравится и если раньше медиа правая левая они старались давать более-менее объективную картину мира то сейчас очень легко получать одностороннюю я тоже считал сегодня очень интересную статью о том как это все связано с потерей доверия в статистиках то есть статистика развивалась как способ попытаться научно понять общество и делать политику изменений в обществе и в экономике за последние несколько десятилетий привелись к тому что как так сказать многие люди чувствуют что их жизнь что статистика то есть например ВВП экономического роста или других или другие экономические показатели что эти показатели просто не имеют отношения к личной жизни этих людей то есть статистика может сказать что ВВП растет или что безработница падает но если ты чувствуешь что да работа есть но она не очень надежная и надо постоянно искать новую или ты можешь работать но только два часов в неделю вместо сорока это не появляется в официальной статистике но все-таки ты чувствуешь что твоя жизнь меняется и из-за таких появлений появилась появилась потеря доверия в этих статистиках и потеря доверия в экспертов которые их цитируют и в политиках которые над ними работают и поэтому популисты как Трамп которые говорят нет я тебя понимаю я знаю как ты чувствуешь и я тоже не доверия этим статистикам такие лидеры сейчас находятся в более сильном появлении но это ведь не только в штатах происходит это да в Великобритании конечно это очень сильно виделось с Брекситом а в очень много странах в Европе в Белоруссии это тоже очень давно происходит наверное тогда вот мы уже вышли выходим на финал наверное нашего разговора скажите у кого-нибудь есть еще принципиальные вопросы два вопроса тогда это последний а можно мне тоже вопрос аудитории то есть давайте тогда Гидеон потом два вопроса от аудитории и потом два анонса один от Гидеона завтрашнего мастер-класса о чем он будет и один от меня по себе просто в пресс-клубе и мы заканчиваем вот такой у нас такая программа так ну хотя я сказал что я не думаю что Бонт Дональд может глушить прессу все-таки там наверное поступит сейчас эпоха более похожа на авторитаризм в Штатах какие у вас для нас советы это на всю ночь горячка Наталья правозащитник правозащитного центра правовая помощь населения но когда что-то неясно населению либо каким-то людям либо люди не понимают что делают силовые структуры либо еще какие-то правительственные органы мы обычно долго и упорно им разъясняем то есть единственный способ это подробно и очень много объяснять ситуацию как она возникла как она вот настолько углубилась и что сделать чтобы выйти из этого ступора ну а как как знать что люди это читают ну вот вашими способами интересно это рассказывать и преподносить и поскольку у нас большая часть людей визуалы то употреблять больше картинок фотографий может каких-то видео я например в своей правозащитной деятельности помимо того что пишу статьи и помогаю людям документами я снимаю видео с их интервью с их мнением о том что происходит я у них спрашиваю как вы думаете почему так случилось у простых людей вот так может подходить к этому вопросу спасибо ну конечно у вас супер супер вопрос надо сказать действительно если это серьезно то наверное нужно как-то налаживать взаимодействие и чтобы больше может быть белорусские представители СМИ как-то приезжали с мастер-классами поделили своими ноу-хау потому что я думаю что действительно в Беларуси за это время выработалась и сложилась такая очень интересная уникальная среда где разные СМИ начали выживать и находить какие-то стратегии абсолютно феноменальными способами которые наверное нигде никак не описаны не изучены но тем не менее это как-то работает и в этом смысле да и вот конечно у нас тут действительно есть такие вот нюансы связанные с все то же самое об ограничении доступа прессы к освещению к примеру избирательной кампании то есть практически как бы мягко или жестко но в общем-то это все ограничивается и в общем-то вот наверное такие наиболее интересные вещи получаются действительно видео когда там допустим общаешься с представителем милиции или там такого рода чиновниками которые там доказывают тебе что там ты там должен то-то-то а ты доказываешь что у тебя есть права и там показываешь слаешься на разные законы в принципе это конечно кажется очень что-то странным и ненормальным но в принципе просмотры просмотры в интернете на такое видео действительно есть как никак не странно вот спасибо я хотела только пожелать чтобы все-таки ситуация в Соединенных Штатах никогда не дошла до такой ситуации белорусского медийного рынка Гидон у меня к вам вопрос в связи с огромным потоком информации который обрабатывает корц и в связи с тем что как вы сказали доверие к медиа падает насколько важен феномен или я не знаю процесс фактчекинга в корце и как он вообще реализовывается например если мы говорим про русскоязычную среду очень популярно сейчас издание медуза ввели такой принцип что анонсируя свой материал со сетях они ставят условный маркер информация проверенная это надежный источник или это требует подтверждения что-либо похоже в визуальном плане или в текстовом плане есть в кварце или нет нет в этом плане нет то есть мы стараемся не не опубликовать не не подверженную информацию не подверженную информацию и если нам кажется что надо об этом все-таки писать мы просто очень ясным образом оказываем да указываем что то есть нет у нас такого визуального способа но просто мы пишем вот это непроверенная информация это слухи или это вот вот такие а вообще сотрудничаете с какими-нибудь фактчекинг компаниями в США мы нет нет то есть мы об этом не то что мы об этом не думали но я думаю что для всех СМИ есть такая проблема как включить работу фактчекеров внутри их статьи да то есть можно ссылаться да можно писать о том что кто-то сказал и потом ссылаться на фактчек точка орг или какой-то из этих сайтов и сказать вот по данным фактчека орг это неправда это естественный способ использования их работы но я думаю что была наверное какая-то надежда что каким-то образом материал от фактчекеров включалось прямо в материал других сайтов что это все как-то вместилось и это не получилось пока я понимаю что надо а еще спасибо здравствуйте это андрей предприниматель у меня вопрос по фейсбук он из двух частей первый он вообще весь про отношение к как бы к идеологии фейсбука работы с медиа он первый состоит про скорее про информационный бабл то что мне кажется очень сильно повлияло на выборы сша с македонскими сми которые фейковые новости делали то есть с тем какова доля вообще ответственности фейсбука в ну как бы в медиа потреблении в том что там Цукерберг до последнего отказывался считать сми сайт то есть как бы он ответственность убирал хотя на самом деле это самое большое сми в США и второй по работе вообще с другими медиа с тем что насколько помню и Нью-Йорк Таймсу он чуть ли не доплачивает за создание то есть современного контента 360 видео просто роликов то есть тоже он с вами как-то так работает ну то есть так сказать спонсирует или заставляет делать контент который именно придуман фейсбуком хорошо а значит насчет информационного бабла я думаю что да это на самом деле очень серьезная угроза гораздо гораздо более серьезная чем проблема так называется фейк-ньюс да потому что фейк-ньюс фальшивные новости можно каким-то образом исключить фейсбук над этим работают другие уже гугл тоже над этим работают можно ставить какую-то определить какой-то уровень фальшивности если так можно сказать и сказать вот мы не допускаем явно фальшивых новостей но даже если это не допускать все что люди будут жить в этих информационных да bubbles они будут видеть видеть материалы и мнения только люди да их мнения и я не знаю как это изменится я думаю что это тоже зависит от фейсбука каким-то образом или от гугла но сейчас я не вижу вот решения и для меня это очень большая угроза потому что действительно так я сказал если мы если то что моя публика только появляется в фидах определенных людей и не у других как как сообщать о том что действительно происходит как объяснить публике что происходит в правительстве или в административе на что первое второе вопрос вы спрашивали насколько они продвигаются инструменты то есть подачи контента да сейчас у нас нет мы только как я сказал получается что в видео более успешно на фейсбуке так что мы думаем немного о том как мы делаем видео чтобы он был успешным на фейсбуке но у нас нет особенного сотрудничества с ними над этим пока может быть будет я наверное на самое заключение вернусь к нашей предыдущей теме кризиса медиа доверия к медиа и последний вопрос который я задам это какой твой прогноз как ты видишь возможные пути развития этого кризиса сложно бывают дни когда я очень оптимистичен потому что я думаю что действительно медиа в штатах ну не только в штатах но особенно в штатах пошла в какой-то тупик где у них были определенные способы методы о том как надо освещать новости как надо говорить с политиками как что считается новостью что не считается новость все эти способы зарабатывались в течение десятилетий но они не сильно изменялись за последнее время и их надо было менять немного по-моему чтобы отвечать на нынешнюю политическую ситуацию так что то что они зашли в кризис это хорошо с точки что действительно надо что-то новое придумать и есть очень много если ты говоришь сейчас с журналистами в штатах они могут быть в депрессии но тоже очень много энергии потому что у нас сейчас действительно очень важная задача и надо что-то здесь придумывать и есть такой менталитет борьбы я думаю что это хорошо это здорово а с другой стороны как от этого выйти еще непонятно и это очень зависит от конечно от бизнес модели СМИ и это правда что если как мы ты зависишь от рекламы это значит что ты зависишь от широкой аудитории это это не может не влиять на том как ты делаешь журнализм как ты ищешь читателей и я думаю что для для нас и для других СМИ придется развивать разные источники доходов чтобы быть здоровыми а ты думаешь сейчас многие медиа-аналитики вообще прогнозируют что через 5 или 10 лет традиционных медиа не останется что значит традиционных как медиа которые дают объективную картину мира целую цельную которые имеют вот такие платформы базовые распространения нет я думаю что они они будут конечно я тоже оптимист я тоже оптимист нет я думаю что они будут существовать вопрос в том кто их будет читать именно потому что они будут существовать безусловно для тех кто готов платить и был вопрос кто готов платить и за сколько и за что и что останется от этого но я не хочу наделать прогнозы потому что я думаю что очень много это зависит от того что например делает фейсбук и они могут то есть видно что фейсбук испугался они весь в прошлом году они говорили нет мы только платформа мы только технология мы не мы не являемся СМИ и у них нет мы не носим ответственности за за фейк а сейчас видно что они поменяли свое мнение это может еще больше меняться в ближайшие годы если действительно Марк Цукерберг решает что он хочет быть президентом он может тоже менять то как фейсбук работает не знаю это может быть страшно но я думаю что нельзя предсказывать что как-то все выйдет и на этой оптимистической ноте я попрошу Гидона сделать анонс завтрашнего мастер-класса просто расскажи коротко что будет завтра хорошо но завтра завтра у нас мастер-класс я правда знаю что многие из вас записались поэтому и задаю такой вопрос значит завтра буду буквально повторить все что я говорил сегодня так что не приходите нет завтра я буду говорить более о том какие процессы мы используем внутри кварца чтобы развивать идеи для статьи как мы работаем над заголовками как мы придумываем да то есть все дежурную работу над развитие материала то есть сегодня была теория а завтра будет больше практики премьер это а вернем н жизнь не это не Продолжение следует...